Добрый вечер. У нас в стране очень трудно не знать, кто такой Джереми Кларксон. Его так старательно показывают по телевизору, что иногда можно одновременно по одному каналу увидеть какую-нибудь старую запись Top Gear, где машины уже давно забыты, и Кларксон всегда молодой и юный, и октябрь впереди. А по другому каналу какой-нибудь свежачок идет, машинки новенькие, все немножечко другое, и тем не менее все тот же Джереми Кларксон. Количество его в наших экранах, оно просто невероятное. Человек, которого можно увидеть везде, смотреть в любом исполнении, стоя лежа из колена, при том, что есть и напрямую Top Gear, и есть какие-то из него дайджесты. И так или иначе, человек довольно давно уже с нами, с момента появления тематического журнала Top Gear, который живет совершенно автономной жизнью. У нас есть Top Gear по телевизору. При всем при том, сам по себе Кларксон настолько обращает на себя внимание, что даже плохой подражатель всего хорошего Коля Фоменко, и тот несколько раз пытался его сыграть. Коля Фоменко, он вообще такая фигура в искусстве не очень самостоятельная. Он, если помните, начинался с того, что пытался перепеть Beatles, как-то конкурировать напрямую с Джоном Ленноном, потом выяснилось, что все-таки у Леннона это получается лучше, чем у Коля Фоменко. Вот как продюсер Коля Фоменко состоялся великолепно. Как актер, ну да, он очень напоминает ксерокопию, причем не самую хорошую и не всегда цветную. Но даже он попытался быть таким русским Кларксоном, естественно, у него это ничего не получилось. Послесловием невероятной популярности Кларксона являются попытки в нашем Ютубе по сей пору сыграть под Кларксона, отчего Ютуб перенасыщен запинающимися мальчиками с невнятной речью, скудными мыслями, имитирующими экспромт. Такой ироничный, остроумный экспромт Джейми Кларксона. Это большая ошибка, полагать, будто бы то, что мы видим в топ-гире, является экспромтом, ничего подобного. Просто одна из грани таланта Кларксона в том, что он великолепный актер, он пишет себе очень тонкие ироничные репризы, а потом, как хороший актер, великолепно играет вот этот удар острой мысли в голову, который происходит прямо на съемочной площадке. Это абсолютно не экспромты, но люди, как правило, не очень понимают, что стоит за обложкой, поэтому, конечно, полагают увиденное истиной и пытаются имитировать в том числе внезапное остроумие Джейми Кларкса. И количество телеканалов, например, в нашей стране, которые тоже попытались как-то свою лепту оставить в том, чтобы, видимо, спародировать, воспроизвести или дать решительный бой топ-гиру, совершенно невероятное. Сан Саныч Пикуленко на «Эхо Москвы» — это человек, который подвержен постоянному приему подобных гостей. Раз в день раздаются звонки. Я генеральный продюсер 638-й кнопки центрального телевидения. Мы делаем русский топ-гир. Сан Саныч, давайте мы тут сейчас к вам приедем, быстренько стендапчик запишем. Эта ахинея, она так же, как, если помните, была мода на Формулу-1. У нас любой представитель колхоза рвался к пацану Берни Экклстоуну перетереть за Формулу-1, сейчас заасфальтируем ее в усюки, сделаем там автодром. Вот то же самое происходит, кстати, по сию пору происходит со многими телеканалами, которые все еще пытаются как-то переиграть Кларксона, сделать русский топ-гир. При всем при том, что, конечно, мягко говоря, бюджет, кишка и, самое главное, понимание того, что такое Кларксон, он не совсем позволяет быть красиво реализованными. Причем самая большая неожиданность в отношении Кларксона в том, что он умен до такой невероятной степени, что просто не все могут это понять. Мы ведь все-таки отвыкли от того, что человек на экране бывает и вправду умный. Нам давно это уже не показывают. И тем более, когда это всего лишь навсего журналист. Причем какой-то такой очень побочной, второстепенной темой, потому что, ну что там, автомобиль. Это не политика, не экономика. Второй сорт, даже третий. А здесь причем появляется человек такого неожиданного ума, что это как раз очень сильно сбивает с толку. И мало кто понимает истинную глубину того, что он говорит. Мало кто понимает его остроумие. Мало кто понимает, почему какие-то цитаты потом выплескиваются за пределы топ-гир и становятся предметом для автономного обсуждения. И Джейми Кларксон, ко всему прочему, самое главное, что он не просто остроумен, он не просто умен. Он очень ироничен. Это человек с тончайшей иронией. И ему принадлежит великолепная фраза «Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, не имеют права шляться, потому что им не принадлежит». Вот эта фраза, она вызвала невероятную, конечно, волну обсуждений. А интернет, как любое сообщество людей, он содержит не больше 4% умных. Вот 4% они поняли, что, конечно, это ирония. Это невероятное изящество подачи. Очень понравилось, как умный человек обозначил конфликт интересов, определил вот это неравенство, тем более, что отправной точкой для подобной фразы был налог, который одни платят, другие не платят, тем самым происходит такое несправедливое размежевание, кому куда можно. Но поскольку в сообществе людей под названием интернет неумных 96%, соответственно, дискуссия вспыхнула. И Джереми Кларксон, конечно, понятия не имеет, что в России это имело такие удивительные последствия. А люди, во-первых, выяснилось, не все знают, кто такой Топ Гир, не все знают, что такое Джереми Кларксон. Очень многие, естественно, тут же перешли на личности, потому что поняли, увидели в этом призыв давить их прямо вот непосредственно везде, где только застанет бампер и колесо. То есть количество людей, не понявших, о чем он сказал, даже меня удивило. Со мной редко что происходит удивительного. Я вообще не способен всерьез удивляться. Но здесь, почитав дискуссию, стало понятно, что они вообще не поняли, о чем речь. Они просто почувствовали, что какой-то неумный иностранец, неизвестный из какой страны, призвал давить срочно пешеходов. Причем всех и по любому поводу. И вот диапазон обсуждений в нашей стране, он оказался, как полагается, испепеляющим. Если бы он был способен собраться во единую энергию, то от BBC остались бы только головешки. Все трое, и Кларксон, и двое других ведущих, они просто бы полегли растерзанные волной человеческого негодования из России непосредственно на съемочной площадке. И что удивительнее всего, Кларксону смогли даже подверстать, по крайней мере, в русскоязычном сегменте интернета, 282-ю статью. Это та самая знаменитая 272-я статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причем квалификация, обратите внимание, действительно совпадает. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием средств массовой информации, ура, наказываются штрафом, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. Короче говоря, Кларксону за то, что он призвал социальную группу пешеходов давить по первому требованию, ему либо кайло в руки, либо метлу, либо исправительные работы, либо два года русской тюрьмы. На полном серьезе. Невероятно. Но именно вот такое искажение в голове людей происходит на совершенно пустяковом поводе. При том, что никто не обратил внимания вот на эту блистательную игру, ну, кроме 4%, на это изящество мысли, и самое главное, на эту иронию. И вот что в этой связи трагично. Дело в том, что Виктор Гюго, автор другой блистательной мысли, свобода, начинается с иронии. Вот когда в человеке это есть, и в том числе понимание чужой иронии, вот тогда есть какой-то путь перехода всегда зависимой и пугающейся личности к свободной личности, к понимающей, к видящей масштаб, и осознающей, что речь-то здесь совершенно не о том, как прав или не прав водитель, как прав или не прав пешеход, и о том, что действительно нужно вот таким чудовищным методом решать проблему антагонизма, давить кого-то. И если в человеке этого нет, а этого все меньше, говорит о том, в каком мы находимся тупике, когда даже столь интересно поданная мысль не угадана, она не дешифрована обществом, потому что породила совершенно серьезную, очень жесткую дискуссию о том, как же не прав этот иностранец, о том, как он должен сесть в тюрьме на нары в далекой России. В каком же мы тупике-то с вами? У нас, конечно, много проблем, но вы не увидели эту подачу, не восприняли. Это очень странно, и это в том числе заслуга вот той зауженности восприятия мира, которая нами в большинстве случаев движет, когда мышление теперь уже отдано айфону, когда он принимает решение, когда на дороге навигатор диктует, куда ехать, а не здравый смысл и правила дорожного движения, когда люди ошибаются, заблуждаются и категорически не хотят видеть истину. Они просто не понимают ее. Это уже заслуга нашей системы образования, которая тоже растоптана. Но все-таки свобода начинается с иронии. Новости. Давайте вздрогнем правильным ответом, проведем голосование, узнаем, как же мы думаем на самом деле. Итого, призыв. Давайте, давите пешеходов, они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, то не имеют права шляться, потому что им не принадлежит. Так вот, те, кто считают, что это шутка ироничного умницы Джерми Кларксона, 5533 русская буква А. Те, кто считают, что нет, это на полном серьезе призыв давить, 5533 русская буква Б. У нашего лося все в порядке, местами затруднений движется, mail.ru 5 баллов, движение существует, 65 10 9 9 6. Евгений, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Сергей. Очень рад дозвониться до вас. Вот. Поклонник ваш очень большой, передачи. Большой? Это передача большая или вы большой поклонник? Нет, вы. Я вас вообще с маяка начал слушать, потому что внезапно пропали. То есть большой, на самом деле, я не вы. Я думал, что вы большой. Ну, как сказать. Сколько килограмм? Короче, да, короче, вопрос у меня по теме. Очень хочу узнать ваше мнение по поводу, то есть я сейчас заказал себе Шкоду Октавию в ожидании. Так. А седьмой, то есть самый. Вот. Заказал ее с мотором 1.8. Правильно. На многорычажке. Правильно. Читая за этот мотор, это абсолютно новый, как бы у них мотор, как бы третьего поколения. Там вроде как по две форсунки на цилиндр. Так. И как бы вот мне, не знаю, вот в последнее время начинаю сейчас надумывать, если рассматривать Peugeot 508 на двухлитровом дизеле 136 лошадей, который... Итого вы готовы... Потому что у меня TCI, как-то мотор, ну чуть-чуть он меня настораживает. Тем более, это новый. А мы, как всегда, у них подопытные. То есть сначала они на нас обкатывают эти машины, а потом, если устраняют свои ошибки, и то, если устраняют. Да, на любой новой машине ошибки устраняются к рестайлингу. Через три года ее выпуска уже можно брать безопасно. Это, увы, такая неприятность. Она характерна Мерседесу, она характерна БМВ, она характерна для Ауди, для Фольксвагена, для Тойоты, для Ниссана. Это общепринято на подопытных кроликах под названием клиенты отрабатывать технологии. И если посмотреть на абсолютно любую машину, любого производителя, ну кроме АвтоВАЗа, Хиндустана, Амбассадора и какого-нибудь любого китайца, то в течение первого года процентов 30-40 комплектующих меняются на другие. За второй год еще где-то, наверное, 15. И к третьему, четвертому году производства любого автомобиля до 50% комплектующих заменены. Вот то, с чем стартовала машина в первый день производства, там сальники, всякие резинотехнические изделия, какие-то более серьезные, все вылетает нафиг из списка поставщиков и приходят другие. Это обычная работа. Ну, вот на АвтоВАЗе, например, там ребята скрупулезные, они знают 12 реинкарнаций у клиента, можно не торопиться, поэтому эта работа иногда растягивается на 30 лет, иногда на 40 лет. Ну, это просто говорит о том, что ребята очень обстоятельные и неспешные. С Октавией, вот по двигателю сразу сказать, что у него будут косяки, ну, это же вроде как, извините, что перебиваю, вот этот 1.8, это же у них цепка осталась, то есть 1.4, это у них ремень, который, как они говорят, утверждают, что на весь период эксплуатации двигателя, то есть... Ну да, ха-ха три раза, вечного ничего не бывает. Ну, а по надежности цепь же это будет получше, как бы, чем ремень, если вот так, как они заявляют на весь срок службы. Не, Евгений, на весь срок службы ничего не бывает, и маслом коробки не бывает, и ремня, и цепи не бывает, но половина, соответственно, фанатов верит в цепь, половина в ремень, и эти две разные религии, они постоянно друг с другом дерутся и грызутся, а производитель каждый раз, он говорит, цепь, ну, наконец-то это надежно, завтра ремень, о, наконец-то это надежно. Ну, так и текст меняется. Сам по себе мотор очень интересный, база у него, то есть у него топливная аппаратура, да, действительно, она, что называется, пересмотрена. Этот мотор свежеизобретенный только что с пол, и снят ха-ха три раза, ничего подобного. Этот мотор уже потихонечку существует под эгидой фольксвагеновской группы достаточно давно, но вот теперь в него вдохнули новое содержимое. Да, и он будет более капризен по топливу, у него, возможно, будут какие-то нюансы и проблемы, как у любого высокотехнологичного изделия. Помните бабушкин телефон из серии «Барышня, 2.12 соедините!» Сколько лет работало? А современная мобильная связь? Сколько телефончик живет до полного изнеможения? То же самое, чем технологичнее, тем короче жизнь. Поэтому, в принципе, «Октавия», вот именно с 1.8, многорычажки, это очень правильно, очень интересно. Тем более машина здоровенная, она четко совершенно в классе D, давно пора, просится, вот наконец-то приняли официально, ехать будет интересно, удобно, тем более, Евгений. А кто после этого будет первый парень на деревне? Вы. Ах, какая интересная, гарная девчина у него. Уже не первый. Да ладно, ну двое вас, двое в камере, я и Ленин. Ничего страшного. Ну, то есть, если так, можно рассматривать «Октавию», то есть на «Пежо» не стоит даже обращаться, да? То есть, внимание обращать. Хотя я понимаю, что это сравнение «Пежо» 508-го это строго D-класс. «Октавию» это как бы так, а они вроде как ее в D-класс, ну, вернее, мы ее в D-класс, а так она как бы по их вот этим тем настройкам, это C. Знаете, вот, например, газета «Авторевью» совершенно искренне считает, что ВАЗ-2109 это B-класс, а приора это C-класс. Ага. То есть, иногда я понимаю, что все-таки то утечка, конопли бывает на рабочем месте, то кто-то шприц выронил, то курнули не то, ну, да, почему бы. С классификацией всегда проблема, хотя класс четко определяется в Европе линейкой. Меряем от носа до хвоста, получаем результат. Все, нет никаких вариантов. Это то же самое, как там у Мерседеса «Ах-ах, четырехдверное купе». Но если у Мерседеса четырехдверное купе, тогда автобус Икарус с гармошкой это тоже, наверное, четырехдверное купе по этой же самой категории. Еду это я на презентабельном в своем Икарусе, у меня четырехдверное купе. Ах, какая модная я вся из себя. Но, значит, Peugeot 508. Эта машина, она тоже класс D, в чем ее основное отличие? Французы ей спасались. Немцы «Октавии» попытались подтереться, потому что она слишком хороша была, а пятая, нужно было как-то убить машину, чтобы она не смогла конкурировать с остальными «Фольксвагенами», потому что не имеет смысла брать «Пассат», когда есть «Октавия». То есть ни с какого боку не имеет смысла. А если ты тем более возьмешь «Суперб», тогда не нужно брать никакую «Ауди». «Ауди А6» не имеет права на существование до тех пор, пока есть «Шкода Суперб». Со «Шкодой» нужно что-то сделать. То есть как-то потихонечку ей нагадить. Гадят как могут. А 508-я это машина-спасатель. Она пришла и начала выдергивать потихонечку упавшую на обочину фирму, поднимать ее, ставить на рельсы, чтобы двигала. И у 508-й есть такие, например, нюансы, которые недостижимы в этом классе. По шумоизоляции, вот если посмотреть толщину шумоизоляции на моторном щите, там получается, по-моему, сантиметров 7 или 8. Ну там, да. Там фантастика. Конечно, на уровне. Да. Машина сделана от души. А сколько там дизайна? Сколько там красоты? В «Октавии» этого нет. «Октавию» упростили, потому что есть «Ауди», и «Ауди» должна четко совершенно главенствовать. Она такая «Альфа-Ауди» на фоне «Бета-Октавии». А 508-я, она сделана с душой. 508-я это продукт для немцев недостижимый. Не могут они себе такое позволить. Вот столько всего, и в том числе души, не говоря уже, инженера в Ирландии, которые впихнули в 508-ю, нету его. Ну нету, но не позволено. Нужно все-таки еще же, знаете, как-то рентабельность производства соблюсти. Нужно же еще попытаться все-таки маркетинговыми уловками запинать клиента в угол, чтобы купил. Аргументов других нет. 508-я это машина на ступеньку выше. И с дизелем замечательно. Но вы боитесь 1,8, потому что его ведь может загубить в том числе топливо, бензин. хотя вот судя 1,4, если взять их TCI и 1,8, как бы да, смотрю, что степень сжатия у 1,8 меньше, чем у 1,4, значит он в топливу будет более такой. Знаете, степень сжатия это одна из 632 характеристик двигателя. И по большому счету степень сжатия это всего лишь на все геометрический параметр, но отнюдь не физический. И степень сжатия здесь не говорит о том, что этот двигатель с такой степень сжатию он будет всеядным, а другой двигатель с иной степень сжатию не будет всеядным. Но опасения откуда? Мы боимся, что новый высокотехнологичный мотор с иной топливной аппаратурой будет требователен к бензину, а на самом деле еще и к маслу. Раз. А в качестве альтернативы рассматриваем дизельный мотор, который заведомо проигрывает из-за того, что солярка в нашей стране гарантированно хуже. Вот в чем проблема. И здесь такой риск и сякой риск. Направление движения Октавия замечательная машина, 508 замечательная машина. Я бы взял Октавию, не расстраивался и верил в то, что пронесет. Вот когда не пронесет, тогда я взял бы, укусил бы себя за локоть, достал бы из баночки немножко пепла, припорошил бы прическу, посыпая голову пеплом, и взял бы какую-нибудь тряпочку и рыдал бы в нее в голос, голосил бы и говорил, ах, как мы были с этим ослоняном неправы. А до той поры я бы наслаждался Октавия, да на многорычажке, да с этим мотором, да это ж песня. Ну да, на тесте. Вот из-за этого, как вы говорите, чтобы пронесло, я, собственно, уже не стал брать DSG, это для того, чтобы пронесло, взял на механике. Правильно, очень правильно. Вот. Ну и, собственно, спасибо за ваш совет, значит, будем дожидаться Октавии, которая в марте должна приехать. Приедет Октавия, потом, естественно, вам пару раз еще плюнут в душу силами дилерского центра, но это все поправимо, в крайнем случае, найдете меня через какой-нибудь фейсбук, и мы с вами дадим бойсу по стату, это не проблема. Руслан, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Очень рад, что занялся. Говорите. Я автомобилист со стажем, имея образование, специальный автомобильный институт кончал. Ух ты! Я являюсь техникум института автомобилиста за образование. И хотел с вами посоветоваться, но уже приобрел автомобиль и хотел поделиться с радиослушателями. Давайте. В семье имеется Land Cruiser 100, семейный автомобиль. Был куплен супруге, предлагал ей меняться с заплатой по-всякому. Моя машина, говорит, и все. Это вы жене доплату предлагали? Я жене купил сотку. Сотку со товарища с пробегом 15 тысяч километров. Я ее купил, она в гараже не скучала. У нас были такие какие-то ссоры. Она говорит, зачем ты мне этот, мол, грубо говоря, танк БТР приволок, я хрупкая девушка. И потом у них лапстори с этой машиной сложилась и не вытащить никак. А вы третий лишний, все понятно. Вас вычеркнули. Я тоже запал на Тойоту, ездил в то время на Хунде Сантасу дизель. Вот. И поехал, купил Land Cruiser Prado. Каково же было мое разочарование, хочу сказать. После сутки, я считаю, компания Тойота для меня умерла. Это такой тарантаж мне достаётся, как у вас Патриот. К вечеру у меня голова гудела, как дом Саёта в Смольном. Жена говорит, как автомобиль? Я говорю, ну, всё отлично. Простяк, думаю, башка-то гудит, вот этот дизель, вот эти вибрации в кузов идут, просто что-то с чем-то. Объездил все сервисы официальных дилеров, но говорит, ну, что вы хотели? Это, мол, Д-4, Калатун, он же Калатун, мотору 20 лет. Вот. И хочу сказать всем, кто хочет приобрести вот этот автомобиль, сразу рассчитывайте рублей на 50 на звукоизоляцию. Нашёл мастера, проклеили вибропластом и этой теплоизоляцией весь автомобиль, днища, двери, весь передок проклеили, моторный щит. Машины просто не узнать. Настоящее японское качество. Перерыв на новости. Продолжаем голосование. Итак, цитата Джереми Кларксона «Давите пешеходов, они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, не имеют права шляться, потому что им не принадлежит». Те, кто считает, что это шутка и ирония умницы 5533, русская буква А, те, кто считает, что это призыв давить 5533, русская буква Б, пока сто процентов считают, что это ирония и просто-напросто шутка. Анастасия, здравствуйте. Алло, алло, Анастасия, скажите нам что-нибудь. Слышно, Сергей? Вас не видно, но слышно, наконец-то, здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что это ирония сто процентов, причем ирония, которая содержит долю правды, причем достаточно большую долю. если рассматривать в рамках нашего государства, я бы хотела заметить, что я бы даже приняла это как некий призыв к действию, но не фактически, а, наверное, с юридической точки зрения. Я считаю, что водитель, который ведет себя за рулем правильно, который соблюдает дорожное, правила дорожного движения, платит налоги и двигаясь по, скажем так, по полосе своей, ему попадается под колеса некий пьяный бомж, который никакого отношения к этой дороге не имеет, и при этом водитель должен отвечать за это, скажем так, по закону, я считаю, что это правильно. То есть вы чувствуете, что здесь неравноправные условия и отсутствие справедливости? Да, отсутствие справедливости, да, и то, что в себе несет эта фраза, это именно говорит о том, что есть большая несправедливость в плане водителей и пешеходов. Неравноправие. У нас правоприменительная практика в последнее время как раз берет во внимание, нарушил пешеход перед смертью что-нибудь или нет. Если он выскочил из-под автобуса вне зоны действия пешеходного перехода на какой-то красный или вообще просто шел зигзагом противолодочным по МКАДу, и в результате был раскатан КАМАЗом, то претензии к водителю только по 1064 статье уже другого кодекса гражданского о возмещении ущерба и то при прочих равных условиях. Но прямой вины нету, возможности остановиться не было и по большому счету претензии только потом со стороны страховой компании, которая говорит, что ж ты капотом-то? Надо было дверцу открыть. Сергей, Все больше и больше таких дел. Я просто знаю, на практике гаишники скорее не идут на это и неохотно применяют данную статью, а больше, наверное, занимаются вымогательством денежных средств с водителя, давя на то, что вы все-таки сбили человека и, соответственно, вы должны понести наказание некое. Это, Анастасия, все-таки прелюдия, потому что человек, который идет работать в полицию, тем более в дорожную полицию, как правило, это все-таки человек достаточно аморальный и он приходит туда именно за деньгами. Если ему кто-то дает подобный повод, то пытается он исполнить свою непосредственно функцию под названием «Я полицай, я вымогатель, я что хочу, то и врачу». Именно поэтому, но когда дело доходит до суда и тем более, когда самые первые минуты, ну, пришла такая беда, но вы уже пользуетесь защитой адвоката, то есть квалифицированного специалиста по данным вопросам, вот тут, как правило, дело до суда либо не доживает, либо разваливается, потому что что вам предъявить? Вот когда, например, человек пытается в шесть полос мкада ночью перебежать и, и, конечно, у милиции есть желание, но я не так давно был, например, аккуратно причастен к рассмотрению дела в суде, которое дошло до суда, и поводом было удивительное обвинение о езде по встречке на мкаде. Вот представьте себе, на нашем мкаде, имеющем бетонный отбойник, где до встречки ты, ну, никак не можешь добраться, просто ни при каких обстоятельствах, и тем не менее, только судья, посмотрев материалы дела, сказала, сержант Иванов, вы что, идиот? И все, и дело было просто не то, что оно закрыто, оно просто не было рассмотрено, потому что судья написал отказ. Но в остальных случаях, то есть, представляете себе, как этот сержант гнул водителя на взятку, угрожал ему судом, довел дело до суда, комбат это все подписал, в суд это отдали, и только судья, когда посмотрел, ахнул, сказал, ну, ребята, ну, вы даете. Хотя, конечно, пешеход, даже когда он совсем не прав, он почему-то все чаще мертв, и это другая печальная сторона, а в отношении Джереми Кларксона блистательно и остроумно сформулировано очень интересное, неправомерное отношение к одной категории лиц, ущерб другой категории лиц. И самое изумительное то, что в дискуссии приняли участие, особенно в интернете, те, кто посчитал, в этом увидел открытый призыв. Изумительно. Это как у людей мозги устроены, я не понимаю. Я согласна с вами, это абсурд. Это абсурд. Блистательная Анастасия. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Вот, я тоже рад. Очень, как бы, благодарю вам за вашу работу. Желаю вам в новом году здоровья и сельских успехов, которых у вас уже немало. Спасибо, Михаил. Нам с вами удачи в этом году. Очень пригодится. Да. Значит, я хотел по поводу, значит, сказать, темы передачи. Пешеходы, ну, на удивление, я сам водитель, да, и через дорогу крайней осторожности стараюсь переходить и учуя детей своих и всех своих родственников, потому что, ну, бывает всякая дорога, бывает, человек там неудачно на телефон ответил, и он бил человека. И поэтому на пешеходах об этом почему-то совершенно не задумываются. Они идут с уверенностью того, что они будут на пешеходном переходе задавлены, и он будет прав. Да, перед смертью я был прав, о чем написали в эпитафии. Многие так и считают, да, ничего страшного. Хотя у нас же все-таки и жизнь копейка, и многие ей не дорожат, потому что, ну, собьют, да и ладно. Мы же фаталисты, Михаил. А, вот на самом интересном месте связь как раз пропала. Удивительно происходит наше голосование, появились голоса тех, кто считает, что ничего подобного. Есть в этом призывчик, есть. На самом деле желательно всех давить. И Джейми Кларксон подстрекает именно к этому 282 статья, 282 статья по нему как раз плачет. Алексей, здравствуйте. Алло. Алексей. Добрый день. Меня зовут Михаил. О, Михаил. Рад вас слышать. Есть технический вопрос, достаточно интересный передача по Кларксену. На самом деле в каждой шутке есть только доля шутки. Пешеход не имеет права находиться на проезжей части вне пешеходного перехода. Да. Веда в том, что на законодательстве наказания серьезного нет. Кому? Пешеходу? Да. Пешеход у нас априори прав. Он безнаказанный человек. Он хозяин. Он хозяин. Коротко. У меня был случай, когда пешеход, перезмечая дорогу, врезался в мою стоячую машину в бок и упал на попу. А ему было 87 лет. Ну, не заметил. Слава Богу, что не очень большие. Мне это стоило больших нервов и двух месяцев, чтобы от этого дела как-то отойти. Так, технический вопрос. Да. Меняю машину часто. Сейчас имею Тегуан. Тегуан двухсотсильный. И сделал я тюнинг ему двигатель официальный, официального дилера, плюс 50 лошадиных сил и плюс 80 ньютон-метров. Это официальная вещь с сохранением гарантии. Ваше мнение по этому поводу? В смысле долговечности, живучести. Едет машина совершенно по-другому. Она не просто мощность увеличила, но очевидно сами характеристики прохождения вот крутящего момента по оборотам машина стала совершенно другая. Просто великолепна. В связи с тем, что было. Полка крутящего момента у вас просто стала шире. Она раньше. У вас раньше машина со скольки начинала тянуть? Ну, вот турбояма в 7-м нет, она прям прыгает. Вот когда, то есть, а 3.30, 40, 50, скорость, и нужно добавить, она сразу прыгает. Раньше она думала сначала. Теперь она сразу. То есть, по большому счету, даже не столько расширения динамического коридора, сколько изменений... Да, скорость не важна приемистость. Турбояма. И при всем при том, 200 это было уже много. Это бензиновый мотор, двухлитровый, насколько я понимаю. Это тот самый GTI. Да, и он же есть там 170 лошадиных сил, есть форсировка 200 лошадиных сил, и вы добились от него официальной форсировки 250 лошадиных сил. Это, на самом деле, на живущийся мотор не скажется никак, потому что все три прошивки на этом моторе изначально были предусмотрены. Но... Ну да, даже есть 300 лошадиных сил этот же двигатель. Ну вот 300, наверное, это уже начнутся проблемы по коробке, по приводам, и в том числе по тормозам, потому что поймать машину с такого хода будет гораздо сложнее. И для этого нужно будет уже и по рулю, по резкости руля очень серьезно перекалибровывать все, что можно, начиная от усилителя. То есть 300 избыток. А вот ваши 250, ну, ну, на ресурсе не скажется. Вот, кстати, у вас по АБС, по прошивке проблем не было? У меня проблемы эти все есть, все как написано и как в авторевью. Все, полный мир, я испытал. То есть я своим номером, слава богу, уткнулся в чужой зад, ехав со скоростью 35 км в час на качкастом покрытии, а метров 50 проехал, пока не уткнулся. Это было, да. Это беда. И вы добавили, Михаил, еще резвости своей машины. Вот от скорости не влияло. От скорости, ты понимаешь, скорость была маленькая. На малых скоростях. Другое дело, что все официальные дилеры знать не знают о том, что как бы нам АБС перепрограммировать. У них ничего на эту тему неизвестно. Это мы все знаем, а они нет. А официальный дилер не для того. Он как милиционер, как страховая компания, он для сбора денег. Значит, первое, все-таки, что надо ездить и радоваться, ресурс будет нормальный. Абсолютно. Самый парадокс, вот в чем я вам расскажу. Как мне афишировали, так и случилось. Расход бензина уменьшился. Ну, ориентировочно, можно сказать так, от 5 до 10 процентов расход уменьшился. Парадокс, хотя, наверное, стало активнее ездить. Это действительно улучшение программы компьютера. И это в довершение ко всему лишний раз показывает, что программа была очень хорошо проработана, и эти 250 лошадиных сил заранее заложены заводом в характеристику мотора. Короче, я радуюсь. Да, вы раскрыли потенциал, и ваша машина теперь дышит полной грудью. Хотя, конечно, на малых скоростях, что ваши 250, что 170 одинаково пролетают мимо кассы, потому что АБС пели делать, перекалибровать, они не в состоянии. Вот это ужасно. Меня это очень пугает, и приходится осторожничать. Да, но... Вопрос в кочках. Даже на асфальте слегка в повороте, слегка притормазываешь, просто чувствуешь, как вдруг АБС бам, и растормаживает на несколько метров всю эту систему. распускается. И причем ничем не поймаешь его. Ни ручником, ничем. Тем более, что ручник электрический, это, значит, вещь в себе. Да, потому что был бы он механический, можно было бы дернуть ручку и хоть что-то. А здесь это все-таки часть электронного разума неподвластного людям. Особенно немецким людям, которые до сих пор не знают, как бы сделать так, чтобы все-таки фигуан останавливать. Игуану тебе не поможешь ничем. Да, да, да. Прекрасно говорит человек на одном языке. Спасибо вам большое за передачу. Ой, Михаил, спасибо за доставленное удовольствие. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, спасибо за передачу огромное. Спасибо вам. Я вот в продолжении Михаила хотелось бы сказать по поводу пешеходов. Очень многие люди, особенно женщины с колясками, живые бабушки, они идут на эти пешеходные зебры совсем не глядя. Они не учитывают ни зиму, ни резину, они вообще ничего не знают. То есть водитель как бы должен предугадать, что произойдет в этот момент. Пойдет она или не пойдет, а где-то там гауляйтов стоит и ждет с палочкой. Да, и причем задача гауляйтера, чтобы вы задавили, а он пришел за деньгами. Да, именно так. А если она шаг сделает и остановится, тогда 500 рублей. Да, да, и, кстати, сейчас, когда Государственная Дума, у нас же с вами сегодня трагический день, у нас Госдума приступила к работе, к сожалению, и пока они были в отпуске, мы хоть спокойно себя чувствовали. Они пришли на работу, они сейчас будут поднимать ставки штрафов, и в том числе за пешеходов, поэтому запнувшаяся бабушка, которая поняла, что не, мне не сюда, мне обратно, будет стоить не 500 рублей нам с вами, ну, где-нибудь так, для москвичей, наверное, поскольку все-таки москали клятые, до трех тысяч, а для провинции до полутора. Надо же как-то помогать-то людям, а то же совсем распустились. И это будет. Кушать хочется. Кушать хочется, а бюджет пустой, а ограбить некого в стране, а напрямую просто взять и всех заставить не получается, вот косвенными методами. Помните, у нас же Путин в восьмом году сказал, что из кармана тех, кто накопил на машину, мы будем пополнять бюджет. Он тогда еще премьер-министром был. Откровенно признался. Перерыв на новости. У нас на связи Петр. Здравствуйте, Петр. Алло. Сергей Семенович, добрый вечер. Здравствуйте, а ваше отчество как? А, Владимирович меня зовут. Петр Владимирович, рад вас слышать. Очень спасибо. Спасибо большое, Сергей, за вашу передачу. Сразу хотел бы сказать. Спасибо. Всегда после работы вас слушаюсь. Я, конечно, наверное, повторюсь, но все равно очень благодарен вам за то, что вы есть и ваша передача тоже. Моя мама мне тоже признательна, что я есть. Я, кстати, ей тоже за это признателен. Да, да. И я тоже признателен. Сергей Семенович, вот я слышал только что выпуск новостей у вас, получасовой, и вот там была новость, водитель джипа сбил троих человек и не стал скрываться. То есть, вы знаете, я вот так еду и думаю, что все-таки это как-то удивительно, что водитель не стал скрываться с места ДТП, что об этом стоит говорить. И, в принципе, вы знаете, понял, что да. Потому что вот недавно со мной тоже был случай, когда просто на парковке въехал в меня какой-то человек и скрылся вместо ДТП. То есть, в этом случае там плевые вообще были повреждения. То есть, он мне повредил бампер и накладку под номер всего-навсего. И что же после этого было? Он просто вышел, посмотрел и уехал. благо, когда я вышел, обнаружил повреждения свои. Там, соответственно, бизнес-центр был, как-то опросил охранников, оказалось, что у них видеокамера была. То есть, по этой записи, записи моего регистратора, этого человека нашли, лишили прав, соответственно, и выплатили мне страховую сумму. В принципе, я рад, что наказал виновника, то есть, мне пришлось пройти через суд, чтобы вот из-за этого повреждения виновник в доме отказа мне какую-то выплатили денежную компенсацию за причиненный ущерб. Но, тем не менее, вот сам факт того, что даже в таких мелочах виновник открывается место ДТП, мне вот непонятен и неприятен. Вы можете это прокомментировать. Но, Петр Владимирович, сколько раз мы с вами обращали внимание, что наш человек в принципе себя виноватым не считает никогда. Пойманный за руку вор, он тоже считает себя не вором. Посмотрите на депутатов Государственной Думы. Они же все люди, которые во имя государства и во имя абстрактного общего блага принимают непопулярные решения, а потом мужественно говорят о том, что готовы взять на себя ответственность. Хотя, на самом деле, это не так. В характере наших людей я не виноват, я самый хороший, а, ко всему прочему, еще и страшно. Просто элементарно. По поводу ДТП, по поводу сбитых людей, многие убегают в порыве вот этого адреналинового безумия, которое, ну, к сожалению, на уровне рефлекса. Но в целом, сколько раз в школе схваченный за руку до последнего упирался и говорил, не делал я этого. И сколько раз по жизни люди, проигравшие суд, когда неопровержимые улики, доказательства, свидетели, видеокамеры непредвзятые, некупленные говорят, он это сделал. Говорят, я этого не сделал. Это и характер, и наша в целом ментальность. И вот посмотрите, например, на того же Сергея Полонского, который уже осточертел, который почему-то у нас герой всех новостей, как он великолепно глумится над нашей системой. Мы с ним ничего не можем сделать. Он не просто нас в гробу видал в белых тапках, он еще и показывает средний пальчик очень демонстративно. И мы ничего не можем сделать. И мы утираемся. Причем какие-то из зоопарка удравшие обезьяны схватили у нас рыболовецкий траулер, и мы выражаем чувство глубокой озабоченности. И тоже ничего не можем сделать. Вот нас, как супердержаву, несколько обезьянок на слабо вооруженном корабле в грубой циничной форме опустили перед всем миром. И мы ничего не сделали. И Сергей Полонский тоже ни в чем не виноват. Вот он как раз носитель той самой идеологии, а я ничего такого не делал. Тем более, что он со своей позиции просто работал так, как здесь принято. Он создал пирамиду для того, чтобы кинуть, а потом кинули его, и поэтому получилось так, что он оказался крайним. Но вообще-то так же делают все. Это то же самое, как депутаты наши от штата Майами, у которых говорят, а что у вас там квартира, а почему у вас там бизнес? Он говорит, как, у меня? Да ничего подобного. У меня там прабабушка американская индейка. Это у нее есть. А у меня ничего нету. За руку схватили, к стенке поперли. Не, ничего подобного. Это происки моих политических оппонентов. Родимый, какие у тебя оппоненты? Ты кто такой? Тебя никто знать не знает. У тебя никаких оппонентов никогда не было, потому что ты не политик, потому что ты депутат Государственной Думы. Но кто сказал, что да, у меня в Майами? А кто сказал, что у меня счет в банке? И вообще, нет, таких нету. Мы не признаемся в содеянном. Нам это не принято. А тем более ДТП. А тем более бампер. Да вообще, он гад, встал так неудобно, что мне было просто, ну куда деваться, я его зацепил, а он что еще с меня денег хочет? Была в свое время интересная коллизия, когда Сергей Успенский, это тот самый человек, который владелец группы компании Усервис Плюс, он проиграл суд Сергею Соловьеву по поводу капитального ремонта двигателя, гарантийного ремонта двигателя Субаро Импреза. И когда Сергей Соловьев у него по исполнительному листу арестовал имущество, заблокировал банковские счета, ну потому что реально был должен Успенский Соловьев, то Успенский позвонил ему и задал великолепный вопрос такой как раз в русле нашей идеологии. Он сказал, слышь, ты у меня суд выиграл, так что, я тебе еще и денег что ли должен? А постановление суда как раз было о том, что да, должен. Не, ну как, я уважаемый человек, ты что, да ты что? А если вы слушали, в четверг у меня был великолепный гость из Нижнего Новгорода, Олег Пырков, который по поводу страховой компании и разбора полетов с неклиентами, вынесенными за предел Нижнего Новгорода, Росгострах, считаешь, отдел выплаты компенсации должен быть в городе Урень за 200 километров. И вот он рассказывал мне не в эфире, что когда было первое заседание по этому делу, приехал представитель Росгостраха. И он даже на Олега Пыркова не смотрел, потому что, слышь, ты кто такой мальчик? У нас тут бизнес, у нас тут дела, мы тут серьезными делами занимаемся, мы вообще крутые ребята. Ты кто такой? Чего ты там такой? У нас тут, ты что, не понимаешь, что ли? То есть, какая вина? Какая? Перед кем? Вот перед этим мальчиком? Перед этим юристом, который, который чего-то там исправедливости? Кто это? Я большой человек. У меня, знаешь, какая-то должность. А помните того придурка, который дрался на борту самолета и вот-вот получит свои 8 лет? Ну, конечно, да. Ведь он тоже, он, конечно, он апеллировал к чему? К должности. Он апеллировал к своей социальной значимости, которая проистекает из того, что у меня какая-то табуретка и письменный стол. Которым можно. Которым можно. Почему можно? Потому что я занял вот такую в жизни позицию. И очень многие люди по-прежнему так и живут. Но я не говорю о совести, это... У нас все-таки в обществе кризис морали жесточайший просто. Просто жесточайший. Поэтому в нашем аморальном обществе, где рыба гниет с головы так, что не хватает даже противогаза, кто может признать себя виновным? А тем более по пустякам, по поводу бампера. О, такого не бывает. Сергей, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте, Сергей. Говорите. Здравствуйте. Это Ярослав. Вы меня не так давно назвали очень аккуратным водителем. Я на Шкоде езжу 1.2 езжу. И вы на ней ездите много и долго? Да. Вот. Вопрос такой вот. Неспешно присматриваю следующий автомобиль. Вот. И хотелось бы задать вопрос. Вы очень часто упоминаете и хвалите Опель Антару 2.2 дизель. Вот. Но ничего про Шевролей не говорите про аналогичную на эту Каптиву. Ярослав, вы аккуратный водитель, но не до конца наблюдательный. Когда мне звонят и спрашивают, а что вы скажете про мою покупку Антару 2.2 дизель? Я киваю головой и говорю, да, это очень хороший вариант. Поскольку никто не спрашивает меня про Каптиву, я по этому поводу ничего не говорю. А в открытую рекомендовать Антару я бы никому не стал. Но когда люди себя уговорили на покупку этой машины, они абсолютно правы, что выбирают сочетание дизеля 2.2 и автомата, поскольку сочетание очень хорошее. То есть из этого не следует моя симпатия к автомобилю, из этого следует констатация факта, что это очень грамотно сбалансированное сочетание двигателя и коробки. Понятно, но вот все-таки вы по поводу Каптивы что-то можете сказать? Все-таки вроде бы они с Антарой на одном заводе делаются. Это одна и та же машина. А у них разница такая же, как между ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Не больше. То есть вообще это одна и та же конфетка в разных разях. У Каптивы изредка мелькает комплектация с двумя дополнительными туристическими табуреточками в багажнике, которые имитируют еще два посадочных места. Таковыми не являясь по сути. Все, больше отличий нет. И, конечно, да, салон в Опеле салон должен быть поприличнее. Ну, в Шевроле он имеет право быть попроще. Он, к сожалению, этим правом воспользовался. Ну, вот, все-таки вот Шевроле, кстати, больше нравится. И вот то, что, ну, не знаю, это, конечно, не внедорожник, естественно, но то, что вот подумали и поменяли, сделали вот губу резиновую внизу, ну, где юбка непосредственно, именно у Каптивы. Что тоже, как бы, раньше пластик был. Вот, я просто сейчас в салоне трогал эту и другую машину и, в общем-то, так как вот эта часть самая низкая у машины, все-таки не хотелось бы ее ломать. Вот, и в плане Каптивы, ну, это мелочь, я, конечно, понимаю все, но... Да, это нюанс. А в остальном, да, вот, я в салон сел и я понял, что, не глядя на торпеду, это одни и те же машины. Да, это одна и те же машины. Что Антары, А вот в плане болячек каких-то вот, ну, что у нее, как бы, слабое место. Вот так вот. Как только вы считаете, что вы купили себе настоящий американский Chevrolet и пытаетесь его соответствующим образом эксплуатировать, у вас отваливаются колеса, коробка завязывается узлом кузов, в последний момент дохнет двигатель. Когда вы считаете, что это легковая машина повышенной проходимости и соответствующим чувством и трепетом преодолеваете каждую лужу, она живет долго, радует вас, порождая в уверенности, что у вас настоящий американский Chevrolet. Понятно. Только единственный нюанс, я прекрасно понимаю, что это не американец, вот, а кореец, то есть... Американцы даже не подозревают, что их любимый бренд Chevrolet выпускает модель под названием Captiva. Они просто не в курсе. Они никогда не видели. Это же вроде Deo, как бы, в другом, ну, как бы, в остальном мире. Да, в остальном мире. Это как раз машина, которая Deo, просто Deo, как самостоятельного бренда, теперь уже за пределами Кореи нет. Ну, разработка, сделанная под присмотром американцев, там много чего технологического и инженерного пришло от папы, но мама, конечно, кореянка. Взгляд хитрый, прищуренный, но трудолюбивый. Корейцы, они все таки трудолюбивые. Подведем итоги нашего голосования. Вы не поверите, но только лишь 90% считают, что Джереми Кларксон пошутил, призывая давить пешеходов. 10%. На полном серьезе считают, что это призыв давить пешеходов. 10% буквально поняли призыв давить пешеходов. Они должны усвоить, что раз не платят дорожный налог, то не имеют права шляться потому, что им не принадлежит. Все-таки в интернете, конечно, там умных процентов было всего 4, на аудитории Финам.фм 90%. Чрезвычайно радующий меня показатель. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова